Здравствуйте! Это программа «После новостей». Наш Красноярский край попал в список регионов, где проживает больше всего должников по кредитам. Но какая бы сложная экономическая ситуация ни была, долги все равно придется рано или поздно отдавать, лучше рано. И как не затягивать этот момент, не накапливать долги, ну, либо хотя бы отслеживать, как и остальные обязательные платежи, об этом расскажет наш гость. Я представляю Алексея Николаевича Самохвалова, заместителя главного судебного пристава Красноярского края. Алексей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, все-таки каких долгов у жителей Красноярского края накопилось больше всего? Ну, с начала 2020 года в управлении на исполнении находилось порядка 2,5 миллионов исполнительных производств. Традиционно в тройку крупнейших задолженностей это вошли задолженности по кредитным платежам на сумму свыше 70 миллиардов рублей. Второе место занимает налоговые платежи порядка 8 миллиардов рублей. И административные штрафы, за исключением штрафов, наложенных судами, это порядка 1,5 миллиардов рублей. Ну, вообще эти цифры вас шокируют? Или это вот из года в год такая цифра сохраняется? Ну, порядок цифр, по крайней мере. Да, в принципе, стабильная такая работа у нас ведется. Ну, вот в этом году, поскольку все-таки большинство жителей Красноярского края, я так предполагаю, никуда не полетят, никуда не поедут, и как это обычно бывает, когда люди, у которых есть долги, пусть даже самые незначительные, в принципе, они могут попасть в список невыездных граждан. Вот этой процедуры у вас вы практически лишились в этом году? Или все-таки она есть, вы пользуетесь и таким образом воздействуете на должников? Да, абсолютно верно. Меры преднедательного исполнения, они очень такие действия для должников. Хочу сказать, что не надо копить задолженность, потому что, согласно действующему федеральному закону, при наличии задолженности свыше 3 тысяч судебных приставов исполнителей вправе наложить арест на имущество должника, как на движимое, так и недвижимое имущество, а при задолженности свыше 10 тысяч рублей, уже, так скажем, в бой вступают уже серьезные меры преднедательного исполнения, это ограничение на выезд должника из Российской Федерации, ограничение его в специальном праве и так далее. То есть в аэропорту вы имеете право, ну, ваша служба не выпустить, если долги больше 10 тысяч рублей. Но в этом году, тем не менее, несмотря на то, что граждане никуда выезжать не будут, вы все-таки надеетесь, что какую-то часть невыездных граждан вы будете таким образом принуждать выплатить эти долги? Да, конечно. Сейчас прорабатываем вопрос по поводу размещения баннеров информации в аэропорту. Но, тем не менее, хочу обратиться к жителям Красноярского края. Это контактный телефон 222-01-10. На этом телефоне будут дежурить сотрудники главного управления по вопросам экстренной снятия ограничений должников на выездовской федерации. Это что значит экстренная? Как можно воспользоваться вот этой услугой? Телефон, кстати, в течение выпуска у нас будет появляться на экране. Необходимо платить за должность. В случае оплаты за должность и предоставления платежных документов инициируется снятие ограничений должников. В аэропорту прямо это можно успеть сделать или это нереально? Нет, это нереально. То есть не нужно надеяться, что вы приедете в аэропорт и только когда узнаете, что вас не выпускают, затеять вот это все погашение, вы все равно не успеете? В связи с этим существует очень много ресурсов, на которых можно узнать о наличии или отсутствии задолженности. Во-первых, это банк данных исполнительных производств. То есть любой гражданин может зайти на сайт главного управления Федеральной службы судебного пенсия по Красноярскому краю и там в сервис банк данных исполнительных производств заполнить форму, а это фамилия, имя, отчество и узнать о наличии или отсутствии задолженности. Кроме того, можно получить эту информацию, скачав приложение на любое мобильное устройство, оно называется ФССП, при вводе фамилии, имя, отчество должника. Также отражается информация о наличии или отсутствии задолженности. Ну и в связи с пандемией все-таки у многих граждан стал пользоваться популярностью вынужденный, к сожалению, сайт госуслуги. И там тоже есть такой отдельный раздел. Абсолютно верно. На сайте госуслуг также имеется сервис, который позволяет определить наличие или отсутствия задолженности. А приставы могут пояснить должнику, за что у него эти долги? Вот эту информацию можно получить через приставов или как-то онлайн? Эту информацию также можно получить на сайте, можно получить через банк данных производств. И кроме того, в октябре месяце у нас в городе Красноярске по адресу Карла Марса с 12 заработал единый портал, так скажем, госуслуг, да, где работают квалифицированные специалисты. И сотрудники главного управления оказывают помощь всем желающим, жителям края, жителям других регионов, районов Красноярского края, по вопросам введения исполнительных производств. То есть какую информацию можно получить? Наличие и отсутствие задолженности по исполнительным производствам, подать заявление о ходатайстве, получить обратную информацию, установить наличие или отсутствие каких-то ограничений. То есть вся эта информация аккумулируется в едином центре и предоставляется гражданам практически незамедлительно. Туда по записи можно попасть или в порядке живой очереди? В порядке живой очереди. Давайте еще раз напомним, где находится этот центр? Город Красноярск, Карла Марса, 112А. И там ведется прием жителей всего края? Абсолютно верно. Независимо от того, где находится исполнительное производство, будь там, допустим, в Каннске, в Емельяновском районе или в городе Красноярске. То есть любая сторона исполнительного производства, должник-выскатель, может подойти свободно и получить информацию. Кроме того, специалисты данного единого центра помогут проверить наличие и отсутствие задолженности, настроить мобильное также приложение, помочь скачать и оказать помощь при работе с банком данных исполнительных производств. А по районам сейчас приставы вообще принимают? Приставы, которые относятся к конкретному адресу проживания должника, туда тоже можно попасть на прием? Да, конечно, по месту жительства должника можно попасть, по месту единого исполнительного производства, можно попасть на прием к судебному приставу исполнителю, либо к дежурному приставу, который постоянно находится на рабочем месте. Контактная информация находится на сайте главного управления, адреса структурных подразделений также все актуально находятся. И поэтому прием ведется. Ведется в течение полного рабочего времени. За последнее время у вас количество принимающих приставов и приставов, которые исполняют какие-то судебные решения, не сократилось у вас в прежнем составе кадровом? Нет, у нас есть небольшая проблематика с кадровым, то есть с переходом на иной вид службы, да, у нас есть такая проблема. То есть мы нуждаемся в кадрах, поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Красноярска, Красноярского края, обращаться в нашу службу для трудоустройства на работу. А если случится такая ситуация, что заявитель, либо должник, ну вот так получилось, что не найдут общий язык с приставом, который относится вот к нему, да, прикреплен он к какому-либо приставу, куда можно дальше обратиться гражданам для того, чтобы эту спорную ситуацию каким-то образом разрешить? Может быть у вас есть какие-то горячие линии, либо к вышестоящему начальству? Как вообще вот эта технология у вас работает? Да, можно непосредственно обратиться к начальнику отделения, начальнику отдела старшему судебному приставу. Если там не будет понимания ситуации, то туда непосредственно либо обратиться в виде письменного обращения, либо непосредственно обратиться в Главное управление Федеральной службы судебного пристава Красноярскому краю. Есть какие-либо послабления для должников, которые оказались в сложной ситуации, но все-таки этот год был непростой и более того скажу, наверное, не припомнят наши граждане, чтобы так сложно. И самое главное, непонятно было, непонятно, чего в будущем ждать. Поэтому даже если у человека, например, есть какая-то возможность оплатить свой долг, но он просто не уверен в завтрашнем дне, поэтому он выбирает в нынешней ситуации долги не отдавать. Ну, называя это сложной ситуацией. Есть ли какие-то послабления для таких граждан? Есть такие послабления. Федеральным законом 215 от 7 июля 2020 года предусмотрены такие послабления. Они касаются пенсионеров. Предусмотрена рассрочка исполнения решения суда либо иного исполнения документов. При этом рассрочку предоставляет не суд, который вынес решение, неуполномоченный орган, а непосредственно судебный пристав исполнитель. Но при этом у должника, а это именно пенсионер, должно отсутствовать имущество, на которое возможно обратить взыскание. И размер его пенсии должен составлять менее двух проточных минимумов. По сумме не сориентируете сколько это примерно? Ну, где-то меньше двух мрот. Двух мрот, да, понятно. Ну и какая технология должна быть? То есть должник должен в любом случае обратиться к судебному приставу? Должник физическое лицо обращается непосредственно к судебному приставу исполнителю с заявлением, предоставляет необходимые документы, подтверждающие, что его имущество и материальное положение именно подпадают под действие данного федерального закона. И судебный пристав исполнитель своим постановлением дает ему рассрочку. Вот. С момента вступления федерального закона в законную силу, таких граждан к нам обратилось в службу 13 человек. То есть им была предоставлена рассрочка. Это с какого периода получается? С июля месяца. Ну, с лета, получается, этого года. С лета 2020 года. Ну, таких граждан, в принципе, потенциально гораздо больше. Просто, наверное, они пока о такой возможности не знают. Поэтому мы им об этом сейчас рассказываем. Да, конечно. Вы упомянули, что не должно быть какого-то имущества, на которое можно наложить арест. Да, кроме единственного жилья, пригодного для проживания. А чем еще можно долги оплатить? Какие случаи у вас в практике бывали? Ну, что бы это могло быть? Автомобиль? Ну, недвижимость, понятно, да? Движимость. Любое имущество, на которое можно обратить взыскание. Это и товары народного потребления, и транспортные средства, и недвижимое имущество. Ну, те же самые мобильные телефоны и так далее. То есть любое имущество, на которое можно, возможно, обратить взыскание. А животных не предлагают вам выкупить еще долго? Есть такие случаи, да. Накладываем аресты на животных. Ну, как на домашних, так и на крупных рогатых скот. Ну, вот, чтобы последнего кота не продавать, все-таки советуем почаще контролировать свою финансовую ситуацию, заходить на сайт приставов. Я напомню, сайт F24FSSP.gov.ru. Ну, в принципе, можно просто забить в интернете приставы долги, и вот по этим двум словам выйдет как раз искусственный сайт. Абсолютно верно. Кроме того, я хочу сказать, что мы находимся во всех социальных сетях. Это и Твиттер, и ВКонтакте, и в Инстаграме, и на Ютюбе у нас есть канал. Поэтому для того, чтобы не накопить задолженность, необходимо все-таки пользоваться социальными сетями и так далее. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Всем нашим зрителям желаю Новый год встретить без старых долгов и новых тоже не копить. Это была программа «После новостей». Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok